Пожалуйста Так, кто нас в зале командует? Вот здесь я вижу Последний ряд Да, здравствуйте, спасибо большое за фильм Я хотела спросить Я вот здесь Последний ряд слева Я услышала в фильме такую реплику, когда один боец другому говорит про некого куратора из Америки Была такая реплика? Была, да Я хотела бы спросить Это не отсыл к современной ситуации в Афганистане или ружье, которое так и не выстрелило? И говорил ли Ковалев что-нибудь про это специально? Консультанты были, советники, да? Были американские советники и за их голову действительно назначали 10 тысяч долларов Это просто кусочек правды Но он даже в сценарии был этот куратор американский но потом как-то он выпал потому что не было ему места Ну, для меня Действия не было Не было действия Да, он был там был как такой предмет А что вас смутило? Ну, конечно, у них были американские советники у них были американские стингеры Это же правда? Это все было Так, пожалуйста, теперь вот здесь вопрос Павел Семенович В стране порядка тысячи... Спасибо большое В стране работают 1900 кинотеатров которые собирают денежку со зрителей Работает фонд кино Сейчас стало легче находить деньги на съемки фильмов Стало ли легче сегодня пробиваться талантом И вообще, что сегодня волнует кинематографистов вот именно по индустрии создания кино? Ну, вы знаете Кино становится действительно индустриальным И это хорошо на самом деле Ничего особо Ничего особенно плохого нет в том, что что фильмы еще невысокого качества идут которые собирают у нас большие сборы Но тем не менее люди пошли на русское кино Раз русское кино начинает зарабатывать деньги это очень важно Потому что тем самым значит будет создаваться и художественное кино значит в тени вот этих вот огромных русских блокбастеров будет и молодежь да и кино А деньги найти, конечно, сложно потому что денег мало То есть, как сказать на фильм дают немного денег Но я не знаю ни одного талантливого режиссера который бы не снимал и я не знаю вообще ни одного знаете, вот когда вот ходят но не дают всем дают в результате и попробуйте найти оператора сейчас или художника постановщика вы увидите чтобы все заняты а актеры вообще как негодяи они клянутся тебе в вечной любви верности выходят и тут тут же подписывают еще один договор еще один договор они прямо ненасытные молодые актеры особенно они уже не пьют и ничего они только день и день и день и вечером еще и какая-нибудь презентация или корпоратив какой-то поэтому в общем все заняты вы понимаете это мир в котором крутится молодежь и крутятся таланты и заняты ну вот не знаю слава может лучше сказать с самим кино что-то происходит непонятно вот что Мстители это что это так сказать Мстители да высоко художественное кино нет несколько дней подряд с разными авторами которые здесь были успекало это тело и по-моему никто не в восторге от этих Мстителей ну не важно если люди смотрят что это надо ну просто это очень раскрученный бренд который вызывает там большой интерес нет я бы воскнул сказал про наше кино потому что к сожалению как бы есть две кальки коммерческого кинематографа это либо голливудская калька по которым делаются фильмы типа там движение вверх и вторая старая советская калька по которой делаются ну как минимум ремейки это оба пути тупиковые потому что как бы они не содержат какой-то нашей внутренней национальной мифологии которая бы складывалась из нашей истории из нашего представления о том такое прошлое куда мы идем для чего мы так сказать существуем и вот такие фильмы как братство они находятся в некой такой межуточности на такой средней территории потому что это не артхаус и не тот мейнстрим который особенно сделан в таком лихом американском монтаже меня это очень смущает потому что можно ли это назвать национальным кинематографом ну конечно формально да потому что это русский музыкист русскими актерами но строго говоря это наша игра в Голливуд и эту игру мы всегда проиграем потому что мы никогда не сможем быть на уровне Голливуда мы можем противостоять только нашей какой-то ну самобытной художественной культурой которая к сожалению молодыми вообще сегодня не берется в расчет все то что создавалось великими предшественниками в том числе вот папой Павла Семеновича Лунгина который автор сценария фильма Роза Креш вместе с Нусиновым добро пожаловать добро пожаловать или посторонний ход воспрещен агония все это к сожалению даже нередко и не знают те молодые кинематографисты которые сюда приезжают и просто так сказать сегодня так активно участвуют в жизни к сожалению это даже нельзя поставить в вину потому что вот эти самые годы как бы разрыва в традициях так сказать государства они конечно ну вот здесь был недавно молодой ресерк Кирилл Соколов сын папа сдохнет конечно он воспитан на Тарантино он воспитан не на Элене Климове не на Ларисе Шипить он воспитан на Тарантино ну как ему сказать что он и вот там его жизнь как говорится специфика правота определенные определенная умелость потому что все делают достаточно профессионально это в общем хорошая работа вот но это вот к сожалению то что либо может быть будет преодолено только через какое-то количество лет а может быть уже никогда понимаете вот здесь у меня такой довольно-таки грустный взгляд на эти вещи да я согласен мы действительно превращаемся в имитационное такое совершенно женское пространство ну такое вообще то есть как ну не знаю но как кино вот Индонезия в Индонезии уже тоже большая страна там население в 2 раза больше чем у нас они много снимают фильмы ну как-то не волнует никого не просто и но люди не хотят ты понимаешь люди не хотят проблема в том это только чисто понимаешь в советское время я помню что мы выламывали двери пытаясь проникнуть на какой-то фильм посмотреть чтобы увидеть ну это банальности но правда что Тарковского ночью где-то Андрей Рублев на окраине понимаешь какой-то клуб Феллини кому нужен этот Феллинич я хочу сказать что не хотят даже о себе говорить не хотят о себе люди хотят развлекаться но может быть вот я еще раз говорю что для меня положительный пример первая какая-то белая мышка знаете как пробегают в таких опытах у биологов белая мышка раз это вот то что Дудь снял про колыбу потому что Дудь очень четко чувствует молодежь у него нюх есть и если он делает про колыбу и уже там 10 миллионов просмотров значит может быть может быть это развернется может быть это пойдет по себе но пока конечно все фильмы даже фильмы острые даже фильмы которые пытаются говорить о проблеме мы вообще ничего как сказать все таки искусство должно пережевывать что-то что происходит с человеком но вот я не знаю у нас совершенно ничего из реальных проблем нашего общества ничего не находит выхода вообще вот сейчас Иван Твортовский который снял три картины молодой режиссер будем говорить значит заявил что он будет снимать картину про Норд-Ост вот это будет интересно насколько называется он снимет и насколько ему дадут снять понимаете потому что это ведь тоже вопрос неких цензурных инстанций да это болезненно хотя вот опять же парадокс здесь был молодой артист Филипп Авдеев из Гогольцентра он представлял фильм да да вот и понимаете он 10-летний мальчиком был участником этого Норд-Ост понимаете значит и эти обстоятельства тоже проходят через судьбу нынешних творцов и не такие же там ну без неконфликтной судьбы я смотрю я смотрю как американское кино оно уже не всегда было мстителями там была целая серия фильмов например о расовых проблемах черный-белый целая серия больших актеров которые играла гомосексуализм спит что делать он болен он гомосексуалист руку прожимать не прожимать жить друг не друг феминизм коррупция они прямо изживали какие-то проблемы своего общества изживали психоаналитически через и у нас совершенно этого нет так же нет ни афганских фильмов ни чеченских фильмов все это внутри гниет до сих пор народ спорит о Сталине до сих пор ломают копья он кто убийца или он Христос вообще спаситель и люди абсолютно не хотят себя осознать ты понимаешь вот я думаю это все таки определенное состояние наверное это имеет объяснение вряд ли мы сейчас должны эти причины погружаться но я вот сейчас вспоминаю заговорил про историю Голливуда Америки но ведь один из первых блокбастеров который снимал Гриффит еще это был фильм он снял еще до нетерпимости там чернокожих артистов не было там чернокожих героев играли белые артисты понимаете в чем дело поэтому или первый звуковой американский фильм перед джазом то же самое джаз поет белый артист который покрыт гуталином это еще было недавно в Америке даже меньше чем сто лет назад поэтому все очень подвижно и нам просто не всегда дано увидеть все с нужного так сказать состояния покупайте гуталин короче готовьтесь Павел Семенович я хочу вас поздравить с премьерой и во-первых передать мнение от зрителей который не смог остаться на творческую встречу человек написал что сравнивал внутренний ваш фильм с девятой ротой такой девятая рота это экшен а то что мы увидели сегодня это правда и низкий вам поклон потому что человек видимо прожил это спросите я хочу про ваши творческие планы вы сказали что вы долго готовитесь вы нашли эти идеи вот что чего нам ждать от вас какой фильм будет следующим я не знаю что фильм это будет может быть сериал это будет я сейчас как раз решаю начинаю работать и я купил права на крутой маршрут и это возможен сериал вообще это должен был быть сериал потому что это все-таки 18 лет жизни который очень сложно уместить я пока не понимаю как ужать один фильм пытаюсь и бояться каналы тоже как-то жмутся вроде понимают что надо что не хочется не в чугу и так далее но надеюсь что это удастся сделать ну что давайте пожелаем успеха последний еще пожелаем давайте как-то ну давайте последний вопрос Добрый Витя два последних вопроса Павел Семенович во первых огромное спасибо за фильм просто запал по-честному второе услышал про вашего папу вспомнил фильм и сказал добро пожаловать да 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 вот это я считаю одна из лучших комедий вообще за советский российский период и в продолжение вопроса о ваших творческих планах ну сделайте пожалуйста комедию я думаю что у вас получится хорошие гены спасибо это вы знаете добро пожаловать этой истории про то как меня из школы выгоняли а не просто в пионерский лагерь это все очень жизненно было и ваш вопрос добрый вечер всем Павел Семенович чуть больше месяца осталось до вашего юбилея разрешите вас поздравить с наступающим юбилеем нас лучше поздравлять ну и хотелось бы вот что спросить о личном Мэтьюс Брендер сказал что на людях мы проживаем свой реальный возраст а в одиночестве мы живем во всех возрастах вот когда вы одни в воспоминаниях к какому периоду жизни вы обращаетесь чаще всего я живу в настоящем извините я не знаю что Мэтьюс один когда он входит в душ я не знаю чем он там занимается но я живу в настоящем времени извините с вашим чувством юмора комедия конечно должна и хочу честно говоря пожить немножко с Вячеславом настоящей в жизни в настоящем тут по соседству спасибо 10 мая с Акасио кто не смотрелся даже что не смотрелся